Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Надежда Воропаева, заведующая универсальным читальным залом библиотеки имени Горького. Надежда, здравствуйте! И вот, насколько знаю, вы у нас библиотекарь, в общем-то, не в первом поколении, да? Здравствуйте! Да, я из семьи библиотекарей. У меня родители библиотекарей работали в библиотеке имени Горького, и у нас в семье очень многие пошли по данной специальности. То есть при выборе профессии, в общем-то, сомнений не было у вас? Ну, небольшие были, потому что могла пойти по стопам дедушек и бабушек, в преподаватели, но вот решила, что профессия библиотекаря мне ближе. Сколько вы времени уже в этой профессии? 13 лет. То что? После школы. Пришла работать и учиться параллельно. Вот 13 лет, ну, это очень большой срок, да? И за 13 лет вообще многое изменилось в мире, мне кажется. Вот как вы считаете, хотя бы за это время люди стали меньше читать, больше читать? Вообще читают ли сейчас люди? Ходят ли они в библиотеки? Вы знаете, я думаю, люди не стали меньше читать, просто каждый для себя выбирает тот носитель информации, на котором ему удобнее. Да, мир, конечно, поменялся, и ритм жизни очень быстрый, скоростной, поэтому каждый выбирает тот носитель, как ему удобнее читать. То есть он... И в библиотеке, конечно, ходят, ходят не меньше. Я думаю, что сейчас даже уже стало больше ходить, потому что библиотеки – это и информационные, и культурные центры, и научные центры, и центры интеллектуального досуга. И каждый может себе найти то, что ему интересно. Вот в библиотеке имени Горького, где вы работаете, часто проводятся какие-то проекты, мероприятия, да? Вот что, может быть, такого значимого, интересного было в последнее время? Да, действительно, у нас очень много различных проектов, и направлены они на разные категории граждан. И вот одним из таких социально значимых проектов за последний год является проект для молодых мам «Коворкинг. Успешная мама». Потому что, как мы знаем, что молодые мамы, находясь в декретном отпуске, часто теряются, но при этом хотят себя самореализовать. И у них очень часто появляются хобби, но они не знают, как открыть свой бизнес, как начать свое дело, где найти информацию. Поэтому мы решили, что «Коворкинг» может, именно в библиотеке, может стать для них такой площадкой, стартапом для их дальнейшего развития. На данный проект мы выиграли грант президента Российской Федерации и осуществляли его совместно с программой «Ты предприниматель» в Рязанской области. В рамках данного проекта молодые мамы могли как пройти консультации, получить консультации по интересующих тем, так и организовать сами мастер-класс, тренинг, поделиться своим опытом с другими мамами. Также они могли прийти просто поработать, провести какие-то свои деловые переговоры и все это сделать совершенно бесплатно. И также в рамках данного проекта был запущен курс «Начни свое дело» вместе с программой «Ты предприниматель» в Рязанской области, как раз где разрабатывались бизнес-идеи молодыми мамами. И вот у нас получился такой первый мини-выпуск, и молодые мамы дальше уже с этими бизнес-идеями пойдут поступать в школу молодых предпринимателей. И вот сколько молодых мамы в итоге откликнулись и участвовали в этом проекте? Ну, около ста молодых мам. И по времени сколько это все проходило? Проект проходил 9 месяцев, реализовывался. Сейчас он ушел на небольшие летние каникулы. Откроется он вновь осенью, потому что очень много было также молодых пап, которые говорили, а как же мы? Вот, мы сейчас думаем, как немножечко трансформировать проект, чтобы было не только хорошо мамам, но и папам, и их детям. Ну, вот спустя 9 месяцев какие отклики были от участниц? Отклики самые хорошие. Просили расширить темы мастер-классов, тренингов, консультаций. Сейчас мы прорабатываем данную тему. В общем, в библиотеку можно пойти не только за тем, чтобы читать книги и брать их, да? Да, конечно, можно получить также новые знания. Вот какие-то еще в ближайшее время проекты планируются? Да, конечно. В конце июня, 24 июня, в первый раз в Рязанской области пройдет отборочный региональный этап Всероссийского чемпионата по чтению «Вслух, открой рот». И каждый желающий может принять в нем участие, попробовать свои силы. В чем уникальность данного проекта? Каждый участник не знает, что ему попадется. То есть он выбирает из закрытого конверта книгу и должен за минуту прочитать ее выразительно, артистично. Вот свои силы попробовать в ораторском искусстве. Я до сих пор помню, как это в школе было, когда заставляли как можно больше слов прочитать за минуту. Ну да, было такое соревнование. Нужно не только быстро прочитать, но еще и выразительно, артистично, чтобы тебя поняли. Надежда, скажите, пожалуйста, дети, взрослые, кто сейчас больше посещает библиотеки? Вот насчет мамочек мы выяснили. Молодежь, наша студенческая, школьная молодежь, много представителей различных профессий, также очень много ученых, аспирантов, которые занимаются научной деятельностью, людей искусства. Ну вот в моем понимании библиотека – это пришел, взял книжку, ушел. Читальный зал все-таки это несколько другое, это атмосфера определенная. Да, конечно. В нашу библиотеку могут прийти и почитать книги в читальном зале, поработать, также воспользоваться различными услугами, различным сервисом. И так как у нас сейчас в современном мире очень быстро, быстро меняется все, и очень ценное свое время, вы можете и найти книгу, и продлить ее через наш сайт. И многие сервисы доступны на нашем сайте. Это экономит время, и когда человек приходит в библиотеку, он уже может точно сказать, что ему нужно. Также в библиотеке наши читатели могут найти себе занятия по душе, прийти в различные клубы, которые у нас есть, прийти на лекции интересные, открытые, на выставки, которые у нас проходят. Пожалуйста, каждый себе найдет занятия. В общем, здорово будет как-нибудь окунуться в этот мир, мир книг. Вот, кстати, запах книг особый присутствует в библиотеке. Мне вот всегда вот это очень нравилось. Да, он и до сих пор присутствует, и запах книг, и определенная атмосфера, потому что и читатели, и книги – это все живые люди, и они всегда все понимают и чувствуют. И к каждому из них мы относимся очень бережно. Чего, собственно, и желаем остальным, да? Да. Спасибо вам, Надежда, огромное. А нашим телезрителям напомню. В гостях у меня сегодня была Надежда Воропаева, заведующая универсальным читальным залом библиотеки имени Горького. Это программа «Городские встречи». Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова